За первые три месяца 2018 года дополнительные субсидии из бюджета получили ВГТРК 67 миллиардов рублей, МИА Россия сегодня 20 ярдов, телекомпания Russia Today 19. По-моему, уже вполне очевидно, в чем на самом деле заключается национальная идея новой России. Имеется в виду та новая Россия, в которой мы живем уже месяц после мартовских выборов. Короче, на зомбоящик вся надежда. Только там вам расскажут всю правду о ситуации в Сирии и на Донбассе, просветят о новых шагах навстречу друг другу российского и турецкого лидеров. И, конечно же, дадут возможность узнать, кто же на самом деле отравил Скрипаля. В общем, деньги потрачены не зря на самое важное для всех, для нас, на то, что касается каждого. Что нам дала в интересах российских жителей ваша пропаганда? Более 30% бюджета у нас тратится сейчас на военные цели. Я говорю сейчас о том, что мы здесь не обсуждаем в студии проблемы жителей Суаярви, которых кусают блохи, которые дышат плесенью, у которых, извините, в разваливающихся домах, Больша на поводу капает. При этом те депутаты, которые поднимают эти проблемы, их объявляют экстремистами и против них возбуждают уголовные дела, и они задают вопрос. И вот как Елена приходит на российское телевидение говорить о проблемах Украины, а наши жители спрашивают, каким каналом нам обратиться, чтобы рассказали о наших проблемах. Пусть к нам обращается, поскольку мы-то как раз не в тренде и как раз занимаемся освещением такой вот мелочевки. Куда ж нам ущербным до серьезных больших репортажей из Турции? Это вести без Дмитрия Киселева. Топ-7 самых абсурдных событий, случившихся внутри нашей страны. То, о чем мне расскажут по телевизору. Короче, это программа про вас и для вас. Сегодня спецпроект. Месяц новой исторической эпохи или Россия-2018. Перезагрузка. Поехали! Московская область кипит как чайник. Началось все с Волоколамска, куда вывозится львиная дуля столичного мусора. А это тонны ежедневные, где еще в начале марта случился какой-то выброс. Отравились полтора десятка детей. До выборов людей активно кормили обещаниями, мол, закроем мы ту свалку после дня голосования. На них тупо наплевали. Итог. Непрекращающееся волнение. Все это длится по сей день. По ходу пьесы к бунтующим волоколамцам присоединились. Жители Коломны, Каширы, Алексина, Торбеева, у которых схожие ситуации. Однако продвинутые московские журналисты решили, что данная история, внимание, недостойно мелковата. Даже те, кто еще вчера находились в похожем положении и плакались на всю страну, сегодня делают вид, что проблема-то так себе. В балашиху вас приглашаю. Вот уж где реальные информповоды в эфир вытаскивают. Седьмое место. С улицы Евстафьева в микрорайон Южный теперь можно безопасно перейти по новому мосту. Во время работ по экологической реабилитации реки Пихорки выяснилось, что старый мост аварийный. Компания МСУ-1 решила преподнести балашихинцам полезный подарок. До этого здесь был хрипкий металлический мост, по которому очень сложно было переходить реку. Мы решили сделать подарок и построить здесь собственными силами данный мост. Мост построили за неделю. Конструкция представляет собой настил из бруса и перила. Для ее сооружения использовалась лиственница, так как у этой породы прочная древесина. Здесь была старая конструкция, которая не числилась ни на балансе, ни администрации, нигде. Поэтому за бюджетные средства мы, к сожалению, не могли отремонтировать. Данная конструкция мешала, могла повлечь несчастные случаи. Вот это я понимаю, есть чем гордиться. Да и мост тот, согласитесь, Крымскому-то явно не уступает. Конструкция впечатляет масштабами и габаритами. Невооруженным взглядом видно, что при возведении данного моста использовались самые современные технологии, до которых американцам с японцами еще семенить и семенить. А как облагородили территорию вокруг? По-моему, сюжет достойный не только эфира на Балашихинском ТВ, но и, не побоюсь этого сказать, на Первом канале. Это вам не волоколамская туфта. А тут все по-серьезски, браво! А вот мои красноярские коллеги, которые меня всегда радуют креативом и веселыми историями, на этот раз провели, обнародовали, ну, на основе каких-то там официальных данных, своеобразный соцопрос антирейтинга российских городов, откуда бегут люди. В смысле, уезжают? Нет, вру, на всех четырех поспешают куда подальше, лишь бы из этого города, ну, потому что жизнь там слишком распрекрасная. Видимо, и люди считают, что недостойны просто такого райского существования. Уж не знаю, сознательно красноярские журналисты это сделали. Или так совпало, но опрос свой. Они опубликовали аккурат после 18 марта, и знаете, что выяснилось-то? А вот давайте послушаем. Каждый десятый красноярец мечтает переехать в другой город. Финансовый университет при правительстве России опубликовал итоги опроса населения о миграции в поисках лучшей жизни. Красноярск занял 22-ю позицию среди 38 опрошенных городов. Итак, больше всего стремятся уехать из Махачкалы, Тольятти, Томска, Омска и Челябинска. Эти города люди считают самыми неперспективными для жизни. А вот жители Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Нижнего Новгорода и Севастополя покинуть насиженные места не спешат. Здесь задумываются о переезде всего 5% респондентов. Добавлю, аналитики отмечают, чаще всего в погоню за мечтой бросаются люди обеспеченные или студенты. Сейчас переведу на понятный язык. А дело в том, что подавляющее большинство городов, откуда народ в спешном порядке сваливает, ну, то есть от которых дистанцируется, в день голосования проявили чудеса электоральной и гражданской ответственности. В этих городах главным образом была зафиксирована самая высокая явка избирателей. Эти города очень высоко оценили действующий политический курс, по которому мы движемся, и проголосовали по принципу «хотим продолжение». И вот накость тебе, такая неприятность, впрочем, я уверен, одно с другим вряд ли как-то связано. Это уж я что-то там напридумывал. Вдруг жители именно этих населенных пунктов просто Трамп какой-нибудь мордует, согласитесь, такое ведь тоже вполне может иметь место. Дальше. Кстати, коль скоро День Победы будем отмечать, не могу просто не упомянуть этот город. Там, наверное, самые знаковые сражения проходили, и камня на камне от него не осталось. Буквально заново после войны отстраивались. Да, это Волгоград. Но сказать хочу сейчас не о героическом прошлом данного города, я так высоко не летаю, а о неприглядном или непроглядном настоящем. Вот реально, город-герой, город памяти, город гордости и победа в Великой Отечественной войне, это вообще, по-моему, одно из немногих событий, которым мы сегодня еще можем гордиться. А люди там живут как скот. Совсем недавно ведь юбилей той Победы отмечали, да неужели ж нельзя было хоть в одном геройском городе по такому случаю реальный порядок навести. Туда ведь иностранные туристы толпами ездят, и что они там видят? Вот это! Как только сильный ливень, оно начинает течь. Я говорю, ну понимаете, у нас в доме уже был пожар. Все провода, все тут, все. После этого где-то уже месяцев семь нету света, нету, не можем мы сделать. В подъездах дела обстоят не лучше. В одном из них обрушивается крыша из-за постоянной сырости. На потолке разводы от воды, а на окнах многомесячный слой паутины и пыли. Опасность таится и под ногами. Деревянные ступеньки скрипят и проваливаются. Собственники много раз обращались в свою управляющую компанию. В ответ лишь обещание на бумаге. Срок по итогам проверки, управляющей организацией, мы будем на предписание. Привезти подъезд 1.05.18 года, привезти подъезд номер 2, надлежащее техническое состояние. До 20.01.18 перевезти придомовую территорию и подъезды в надлежащее санитарное состояние. Провезти балконы и плиты в надлежащее техническое состояние. Привезти систему электроснабжения. Обращались уже, говорю, и в прокуратуру Красноармейского района, и в администрацию Красноармейского района. В жилищную инспекцию. Как бы акты есть, постановления приходят, но ничего не делается. А ведь дом-то на самом деле не такой уж и старый. Ему 65 лет всего. Моему, в котором я живу сейчас, 45, но он смотрится на фоне этого сарая, букингенским дворцом. Неужели же вы, господа, подниматели страны с колен, настолько нас не уважаете? Почему у вас люди-то как свиньи в свинарнике живут? Причем, повторюсь, это ведь не запедрищинск какой-нибудь. Город-миллионник. Город-герой. Через пару недель все патриоты в едином порыве будут орать. Ура! Мы победили в самой страшной войне в истории человечества. Кого победили-то? Вот этих вот своих соотечественников. А на четвертом месте история из Ростова, которая началась еще в прошлой жизни, ну, до начала новой исторической эпохи, 2018. А вот необычное продолжение получила уже после перезагрузки 4.0. Хотя почему необычное? Как раз для России-то обычное. Ну, давайте расскажу. В августе 2017-го в столице Донского казачества, в одном из старейших и красивейших городов нашей страны, случился пожар, крупнейший за все время существования Ростова. Тогда сгорело более ста жилых домов, сотни людей остались без крова и имущества, вообще, а вообще безо всего. Отселять пострадавших было некуда, ну, их действительно там какое-то гигантское количество образовалось. Временно заселили в гостиницу «Звезда». Прошло полгода, прошло двое выборов. Как думаете, что стало с теми погорельцами после того, как они перестали быть ректоратом? Завтра ростовских погорельцев выселят из гостиницы «Звезда». Как рассказала директор гостиницы, в которой до сих пор были размещены пострадавшие от августовского пожара, договор на проживание был заключен до 31 марта. По словам Елены Тишиной, продлевать его власти не планируют. Договор был заключен по 31 марта. Срок действия договора завтра истекает. В связи с этим погорельцам придется выехать из гостиницы. Мы, сторонняя организация, абсолютно от нас не зависят заселение или выселение людей. То есть срок действия договора закончен. Перезаключать или же продлевать дополнительным соглашением фонд «Город» отказался. Бинго! Ай да молодцы! Ай да крутые с**кины дети! Эти чиновники! Все мясо! Вы свою функцию выполнили, на избирательные участки сходили. Ближайшие 6 лет не нужны, а с проблемами своими теперь сами крутитесь. Как хотите, мы и так вам полгода относительно нормально пожить дали. Кстати, а вон же из Махачкалы, из Красноярска, еще откуда-то народ бежит. Так двигайте туда, ось приютят кыш, короче. Впереди тройка лидеров, но думаю, вы даже догадываетесь, кто в те лидеры выбился. Да, в самом начале я об этих людях уже говорил правильно. Это жители Волоколамска со своими проблемами в виде огромной помойки рядом с городом. И не только Волоколамска, кстати, а вообще подмосквичи, столкнувшиеся с аналогичной бедой. Так вот, они там, в Подмосковье, уже месяц бунтуют, однако знают об этом лишь очень узкий круг людей. К примеру, вот я спрашивал знакомых с Дальнего Востока, те вообще об этой истории ничего не слышали. Почему? А потому что об этих мусорных бунтах, как о покойнике в российских СМИ, либо хорошо, как было в начале марта, когда приехал к Волоколамсцам губернатор и сказал «Решим, ух, решим! Ух, всем покажу! Вы только 18-го про свой гражданский долг не забудьте!» Либо ничего. 18-е прошло, люди-то про свой долг не забыли, а вот чиновник Воробьев как-то запамятовал, что народу кое-что обещал. Но обещанного, как известно, три года ждут. В нашем случае, видимо, эта цифра немного вырастет, до шести. А там будет день и будет пища, как говорится. Ребят, об этой истории действительно не говорят по телевизору, ее просто замалчивают. Потому что если о ней рассказать на всю страну в телеэфире, она может стать чем-то вроде бомбы. Там действительно все очень непросто. Много лет вокруг города функционирует крупнейшая свалка в Московской области, куда везут основную часть столичного мусора. Естественно, это не просто дискомфорт и постоянная вонь. В конце февраля в Волоколамске произошло ЧП. Вследствие какого-то ядовитого выброса отравились люди, отравились дети. Население сегодня требует закрыть полигон. Ни на какие другие условия они не согласятся. Протесты продолжаются четвертую неделю. Просто вам об этом не рассказывают. Для вас же ситуация в Алеппо должна быть важнее. Я благодарен телекомпании Крик ТВ, которая дает мне возможность показывать свои программы в телевизионном эфире. Причем безо всякой цензуры. Конечно, это не первый канал, но хоть что-то россияне должны об этом знать. Продолжаем. Страшный пожар в Кемерово унес десятки человеческих жизней. Это был выходной день. Люди пошли в тот торгово-развлекательный комплекс с семьями, с друзьями, просто детские группы туда развлечься отправили. Дальше все сами знаете. Вокруг этой истории до сих пор не утихают споры. Там больше вопросов, чем ответов. И я не хочу сейчас танцевать на костях, как некоторые мои коллеги. Знаете, что я сделаю? А я вам покажу то, чего не показывали ни пропагандисты, ни блогеры в интернете. Там нет ярких кадров, потому что там не на чем поймать хайп или сделать рейтинг. Это просто две истории глазами тех, кто сам все это увидел. Один из очевидцев, Константин Колобухов, рассказал, как неизвестная девушка спасла его ребенка из, можно сказать, клетки. На игровой детской площадке маленький Артем остался один, а от испуга забился в угол. Пролезть сам бы не смог, и слава богу, девушка-работник зала вытащила его ребенка. Константин отмечает, паники особо не было, но и сигналов в тревоге от руководства торгового центра не поступало. Чудом оставшийся жить Константин делится эмоциями. Я видел, как языки пламени начали. Главное выбраться, все, других мыслей не было. Ребенок плакал. Я как мог успокаивал, но, по крайней мере, он хотя бы не дрылся, не вырывался. Я перед собой вот так вот тащил, чтобы он хоть дымом не дышал. Жертвами трагедии стали и дети Трещевской школы. Небольшая деревня располагается недалеко от Кемерово. Домой в тот день не вернулся практически целый класс. Подробности далее. Ребенок поехал. Вот со школы. Зимний сад этот. И вот трагедия. Вот не знаем, то ли погибло, то ли нет. Судские еще вообще даже глаза не закрывали мне. Только вот, во сколько, во два часа только приехал с Кемерово. Вчера уехал, во сколько, в пять часов вечера. И до сих пор были там. Да эту информацию сейчас не узнаете. У нас вчера весь день не было людей. И сегодня все в трауре. Все не понятно, где находятся. И все это про учеников пятого А-класса местной школы. Утром 25 марта они вместе с классным руководителем отправились на экскурсию в областной центр. Так педагоги и родители решили их поздравить с началом весенних каникул. Но поездка обернулась настоящим кошмаром. Одного нам удалось спасти. Он был у нас, Курчевский Андрей, он в другом зале. В последний момент он захотел на другой сеанс пойти. Я не хочу сейчас вспоминать, как после в эфире государственных каналов появлялись государственные деятели разного рода, несли какой-то бред из разряда «Мы теперь должны крепче сплотиться вокруг нашего национального лидера». Один чудак на букву «М» из Госдумы и вовсе договорился до того, что, мол, дети погибшие в жертву себя принесли во имя величия нашей страны славной. Во всяком случае, так это стоило бы расценивать. Противно все это как-то не находите. Нет, чтобы просто извинился кто-то один перед нацией. А первого места сегодня не будет, потому что по своей концепции данная программа это не просто подборка новостей и информационных сюжетов. Это своего рода стёб. Поэтому по закону жанра на победном пьедестале должна была оказаться история, как в сложнейшей борьбе месяц назад. Владимиру Путину удалось таки вырвать первое место на выборах, что интрига сохранялась до последнего момента и бла-бла-бла. Не тот случай, ребят, не та подборка информации. Как-то так мы и перезагрузились. Наступила новая историческая эпоха, и чё-то грустно она пока как-то вышагивает. Но дело же не в этом, правда. Главное, что неделю назад при обстреле американцами сирийской столицы никто не пострадал. Это правда важно. Спасибо, господа телевизионщики, что просвещаете. А интернет-сообществу Гран-Мерси за то, что сплотились вокруг блокировки Телеграм и Ереванского Майдана. Это для нас не менее важные вопросы, чем атаки янки на Ближний Восток. Всё. Это был спецпроект «Вестей без Дмитрия Киселёва». Сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе, ссылка на неё сверху, вы найдёте больше гимнастики для ума. Заходите, не стесняйтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте в друзья, добавляйте с темы, предлагайте под ними, мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Всё, пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова